Всем привет! Это будут большие гонки в городе Нёрдлинген В общем, ребята проводят уже второй, третий, третий год эти соревнования Проводят их на очень высоком уровне Проводят с большим количеством народа То есть планируется приблизительно 100-120 пилотов Сейчас мы проехали приблизительно 5 часов 400 с лишним километров И остановились возле Макдональдса перекусить И нам осталось приблизительно 50 километров еще доехать Так что едем дальше В целом езда по немецким дорогам отличается очень высокой комфортностью И двумя типами различных дорог Это высокоскоростной шоссе, где нет никаких ограничений И просто все топят Либо дороги с ограничением 100-120 Там все просто расслабленно едут друг за дружкой Не напрягаются особо Наконец-то мы доехали Парни, это было жутко, жутко Почти везде ехали Нифига себе, смотрите, тачка с Британией Видимо, этот, Банни приехал Банни ЮКи В общем, неплохо Смотрите, тут, кстати, даже заброшка какая-то есть Наверное, Белаш бы обрадовался Давно хотел сделать этот кадр, но ладно В общем, мы приехали, зачислили все с надо Из знакомых пилотов здесь человек 30, короче Можно больше с кем-нибудь пересечь, вечерком Может быть там пойти поужинать Смотрите, парни, доплая муха Такая здоровая, жирная Палатка для бати Тут вообще собралось очень много народу И многие будут спать в всяких палатках Домиках на колесах Не знаю, на самом деле на улице Сейчас плюс 12, по-моему, днем Завтра будет 24-25 Мой коллега немножко переборщил, конечно В шортиках приехал Сева здесь Алло Там ставят палатку, пока Очень трудно найти хорошее место Потому что завтра здесь забьет все народ Негде будет примаститься Хорошо было бы сейчас поставить Клево, а? Старинный городок И я так понимаю, это то ли главная площадь То ли какая-то одна из суперцентральных улиц Потому что здесь прям все прям вылизано Очень красиво А мы идем сейчас в ту кафешку, которая впереди итальянская Ооо, какая любвеобильная кошка Хорошенько вчера после детства, конечно, немножко проспали Сейчас уже 8.30, а там, по-моему, с 8 начинается подготовка, организация, расселивание и все такое Но ничего страшного Главное ведь позавтракать и выспаться Поэтому сейчас мы выспались Пойдем позавтракать, а потом поедем на поле Уже стоят несколько спонсорских палаточек Потихоньку ставят трек Трек будет, судя по всему, достаточно большой Вон там конец Куда, судя по всему, он реально достаточно далеко будет идти То есть немаленький трек И поэтому, ну, многие рассчитывают на аккумулятор не на 1300, а на 1800 Смотрите, крутят штуку Калибруют компас С такой фигней, конечно же, компас, халибровка занимает больше времени и чуть посложнее Круто это выглядит, короче Это небольшой стенд для перекуса И дальше идут магазины спонсоров У них тут какие-то дроны стоят Которые, видимо, используются в пожаротушении Ну, а какие-то кулеры сзади стоят Какая-то система управления Но, судя по всему, это такой более показательный дрон Потому что он сделан, судя по вот этой штуке, на обычной НАЗе Вот так вот эта штука светит Этот сделан немножко по-другому Судя по всему, на Пикс Потому что здесь GPS от Пикса идет Ну, и все закрыто карбоновой поглочкой Как бы свое представительство Здесь открыла их PV24 Довольно крупный магазин Как видно, у них тут есть практически все Здесь сидит симпатичная девчонка Мы сегодня уже закупились пропеллерами Потому что здесь они просто легендарно дешево И тут, на самом деле, вот если здесь посмотреть Тут есть практически весь список всех компонентов То есть можно тут вообще приехать без ничего Закупиться коптерами по-самой не хочу Гигантские моторы 70-32 на 150 кВ Стоят на вот такой вот штуке, которую я показывал вначале Интересно, что они воспользовались деревянными пропами Здесь, как видно, это те же самые дроны, которые закрыты крышечкой Но это вообще стенд-граупный, как вы поняли, все красненько Здесь вот эти коптеры, которые они производят сейчас из дешевого карбона Небольшие рамки Здесь вообще какая-то стремная фигня Смотрите, кстати, как ребята заизолировали ранковый сплит От изоляции, от GPS, видимо, чтобы посадить рядом их друг с другом Все в фольге Снизу фольга, сверху фольга Здесь у них свои апы, видимо, какие-то из самых топовых 32 апа, скорее всего, стоят бешеных денег Стики какие-то прикольные Похожи на древние мышки с резиновым колесом внизу Большие их зарядки Тут, ну, это вообще продается как готовый сет, насколько я понял Покупаешь коптер, покупаешь апу и, типа, он уже собран, можно летать Как видно, с маленькой GPS-антенной и с видеопередатчиком В общем, дальнолет Небольшой стенд от DroneArt Что у них тут есть, давайте посмотрим Ну, видимо, это какие-то микро-бк-шки Судя по всему, вот этот вот коптер Это вот этот вот И у него есть 1080p камера для съемок И там где-то SD-карточка вставляется еще Да, вот сзади карточка вставляется Небольшой коптер, очень красиво собранный И очень легкий Камера с шильдом сделана, видимо, для защиты Но это Predator, скорее всего Тут вообще на ZMX-ах, видимо, суперлегкий коптер Те самые ZMX-ы, которые весят 23 граммов И лучи, как видно, выпузированы из алюминия Выглядят, конечно, шикарно Такие рамы встречаются в наше время достаточно редко Провода от моторов не утоплены прям в луч Моторы очень красивые Дрон-арт на них написан Но где-то я их уже видел По-моему, от какого-то другого производителя Небольшой стенд от RC Hamburg Всякие ранкамы В общем, тоже есть большинство современных продуктов Если кому-то что-то надо Будет сейчас на гонках Можно будет здесь подойти, что-нибудь купить Ну, хотя, смотрите, рамка вот 100 евро стоит Хотя, в принципе, ну, рамка как рамка, ничего особенного Небольшой стенд-тату для тех, кто их не знает Но на самом деле, я думаю, им не нужен стенд Я так все знаю Здесь в них ячейки от самых мелких Потихонечку, да, более крупных Но это еще первое поколение обычной татушки А здесь вот уже эрлайнки всякие Есть большие банки И сидят здесь тоже китайцы Как видно, вибрирует просто жутко Но там все на то и рассчитано 25 килограмм весит такой дрон Весит довольно стабильно О, смотрите, он какую-то прыскает фигню Сейчас он поливает просто водой Но можно загрузить его любой фигней То есть какие-нибудь антипестициды, я не знаю В общем, и поливать свои поля с такой штукой Гигантская штука Наверное, стоит также безумных денег Пиды поднастроены, судя по всему, весьма неплохо Летит, заборится Четко управляется Соситочки, ой, как они шипят, классно В общем, здесь потихонечку готовимся к обеду Скоро подойдем сюда Здесь у нас вот станции пилотов Будем летать по 8 человек Судя по всему, на рейсбанде с 1 по 8 Никто здесь особо не заморачивается Стоят, кстати, везде клярвью станции Но рейс эдишн, то есть самые обычные Стоят по 2 антенны с круговой поляризацией Судя по всему, вот эти тибесовские Но, не знаю, должно быть неплохо Тут у нас ребята потихонечку трек расставляют Как видно, трек уже стоит Как всегда, стартовая площадка предоставлена Red Bull'ом Ну, куда же без него И, как видно, там очень много тарелок по всему полю То есть, трасса достаточно длинная Кое-как, кое-как прошли технические осмотры в начале гонки Как всегда, на официальных соревнованиях нужны видеопередатчики Unify Tramp или от Furious, которая Stealth Вот это все проверяли Потом проверяли еще, как работает Failsafe То есть, ты должен поставить, отключить аппаратуру Коптер должен отрубиться в течение 5 секунд Еще проверяли страховку Также заполняли мы бумажки То, что вся ответственность лежит на нас, если что-то происходит И еще обязательно были вот такие вот плакетки Которые должны быть несгораемыми Это такая небольшая штука, где написано Кто владелец этого коптера Его адрес, его телефон иногда пишут Ну и так далее Ну, здесь вот мне коллега мой Тоже один из зрителей, Саша Кернер Одолжил такую плакетку Кое-как прошел с ней осмотр Потому что они начали привязывать Типа, это не твоя плакетка Ты не на то имя заполняешь Почему она здесь находится Ну ладно, в общем, кое-как протащили Прикольную штуку нашел Парни на ней передвигаются по району Сел и поехал за коптером в поле И все, причем еще ЭКО на электротяге Здесь палатка от X-Nova Здесь от Хьюресов Здесь вообще какая-то своя палатка С моей атмосферы Здесь в своей рамке показывает парень Которого мы все знаем Которого рамку мы вот эту смотрели Ну, не эту, а предыдущую версию ее Это у нас Хулиган Только обновленная версия Также у него есть такая фристайловая рама С более широкими, с более узкими лучами Несколько гоночных под рамком Сплит И вот эту новую рамку я вообще еще не видел Но что-то похожее на вот то, что мы видели Только с напечатанным верхом Смотрите, сейчас будет брифинг Сейчас расскажут, по какой системе летаем Сколько кругов, на какое время В общем, не видно, но 2 часа уже Хотя сыгрались начать еще в 11 В общем, затянули, конечно, затянули Несколько гоночных под рамку И еще не будет брифинг И с ду votes И за ним ни было, что я не видел Иногда там, и все, что там О! Иногда была, что мы думали Мы что-то подняли так нам сейчас рассказали что можно делать что нельзя делать то есть желательно брать за собой мусор и ночью летать нельзя кроме того все осторожно внимательно следим за то чтобы не включались и коптеры пока кто-то другой летает и так далее но это стандартные правила которые всегда везде ногтез мы поем посмотрим что там с треком еще раз по треку начинаем на старт вот здесь потом вокруг этого флага сюда вот до этих ворот здесь power loop вот такой вот дальше сюда вот сюда на шикану хоп 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 потом вылетаем в этот в эти ворота потом опять хоп сюда наружу и летим сюда и над флагами вылетаем сюда летим вот вот сюда в башню залетаем вверх разворачиваемся вылетаем вниз то есть здесь нужно успеть сделать с плит после вылета из этой самой башни летим сюда проворачиваем здесь полукруга пролетаем через еще одни ворота и идем на рампы спаде я уже запутался но после в общем этой рампы летим сюда залетаем вот сбоку в серединку вылетаем наружу туда и вот на стоит ворота через который нужно сделать плит с вылететь сюда вот и через внутри внутреннюю траекторию через башню пролететь сюда вокруг этих флажков летим к финишу и здесь нас ждет тоннель сверху у него высота ограничена сетка снизу травой с боков ограничено вот этими стойками то есть в принципе может скорее всего вылететь надо будет залететь обратно и случае ошибки вылежитесь скорее всего коптера потому что в металлическую штангу влететь так пошел первый залет сейчас парни идут вон туда ставить свои коптеры от засечка находится где-то вот здесь и работает через видеопередатчики поскольку никаких транспондеров ставить не заставили первая группа сейчас села на стулья уже подключается к к лервью станциям вторая группа сейчас будет сзади смотреть контролировать споттеры как видно старт на нас разделе то есть пилот начинает не сразу для того чтобы не было никаких проблем с тем что кто-то кого-то сбил на старте парни смотри чего нашел квадмовр летает сейчас это тот самый парень который занимается line of sight трюками на коптерах который он собирает сам без и в пиве без ничего крутит фристайлит на всяких 6 из и так далее ну в принципе парень неплохо дает чушь как надо но и эта группа вообще чувствуется что посильнее здесь уже пилоты которые много отлетали рано на соревнованиях топят как надо как видно скорость достаточно высокая сразу видно что картинка достаточно темно но это в основном связано с тем что картинка идет через clear view которая делает картинку чуть темнее и более насыщенной временами начинает пропадать картинка и я даже не знаю с чем это связано там были какие-то проблемы именно с тем что стабильности нету clear view они то нормально работают только приходится менять переставлять еще мне кажется у них были проблемы за того что напряжение например все время было с блоков питания в районе 9 вольт вот это несчастная башня реально вызывала трудности у всех пилотов на всех уровнях до самых последних соревнований до самых последних кругов и в какой-то момент ребята сказали просто начинает перезалет у кого-то все-таки там видеосвязь не заработал пришлось садиться а 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 в очередной раз прошла помеха таких случаях конечно же лучше перестраховаться и в данном случае просто даю газу вверх чтобы просто отлететь от ворот подальше и после этого продолжая путь к финишу но как видно что то с напряжением это понятное дело я не поменяла батарейку после предыдущего круга но мне показалось что батарейка еще полная однако здесь я начинаю давать чуть больше газу и здесь батарейка почему-то уходит реально в ноль 36 35 хотя полтора круга буквально прилетела и здесь я решил короче слиться не первый залет получился немножко комом то есть там технические проблемы с восьмым каком выбирал инстейшн а на восьмом канале были проблемы и у меня тоже после всех теперь залетов не хватило батарейки просто начало безумно безумно таять напряжение безумно что-то под опустилась и я решил зайти в ближайший магазин поддался в общем взял себе две батки по 1800 обе и сегодня еще 10 процентная скидка поэтому ну в любом случае цена такая же как в магазине а то и дешевле получается доставку платить не надо сейчас заряжу посмотрим как на них попрет как видно вот теперь клад прет но это с одной стороны хорошо с другой стороны не очень потому что я не привык потому что он так прет я вот постоянно ошибаюсь из-за того что квад улетает дальше чем мне надо это связано с одной стороны чуть больше инерции с другой стороны чуть больше мощностью потому что когда ешь газу квад летит реально очень мощно жарит вперед тем не менее подыскиваю оптимальной траектории это мой второй получается полноценный круг на этой трассе и я все еще смотрю как лучше залетать в различные повороты как лучше проходить трассу здесь многие делали вообще просто и сплит сразу на с верхнего этажа в башне ворота опять же немножко прилетел дальше из-за того что инерция добавочно появилась но квад топит после первого круга 5 и 7 5 и 6 напряжение то есть но полная бата очень приятно летится батка не проседает airline конечно же первые циклы все-таки прошли кончиком кончиком зацепил ворота и опять же перевернулся на травку окей на сегодня мы практически закончено сколько я понимаю сейчас ребята заканчивают последний круг летают но в целом все оно прошло нормально пролетели правда очень-очень сильно затянули из-за того что в начале прям очень долго была подготовка начали только в 3 часа первые 14 хитов пролетели очень медленно вторая партия уже пошла быстрее но то есть сегодня два раза летали в целом результат такой на первый раз меня не хватило спадкой на второй спадка было все четко но задел кончиком про поворота но это ладно часа что все равно была тренировка посмотрели трассу примерно прилетались завтра продолжим уже нас настоящий квалификации завтра также будет отобраны пилоты которые пройдут дальше но там проходят практически все за исключением там 15-20 пилотов самых медленных которые будут в конце надеюсь что мы туда попадем как бы шансы есть на самый топ попасть наверно будет пока сложно я не особо гонщик поэтому посмотрим погодка отличная кстати успокоилась наконец а то днем постоянно то и дольше что-то было очень холодно сейчас хоть тепло стало пошли последний ряд по поводу 8 пилотов сразу на самом деле проблем никаких не было нас сначала была какая-то проблема с восьмой граунд станции от clear view там было что-то не так по моему столь и с кабелем то ли с питанием она постоянно давал какие-то сбой но сейчас они поправили и в принципе знаете проблем никаких нет на 8 пилотов летает картинка четкая я по себе сужу никаких проблем у меня не было другие никто в принципе не жалуются так что 8 пилотов летать реально если правильно подготовиться тем более тут большой трек все далеко друг от друга нет переотраженки сильно большой поэтому проблем особых нет летать можно ну в общем такие вот дела сегодня на первый день ой-ой-ой-ой нормально приземлился не сильно потому что пару раз сегодня пали где ребята в башню туда железную и если упал там то зачастую что-нибудь реально ломается парень сегодня уже сломал одну раму на луч один поломался и второй сломал нижнюю пластину так то есть повреждения тоже у ребят есть вот такой вот небольшой результат первого дня посмотрим что будет зад но думаю завтра будут все жарить потому что сегодня все ребята как бы но не спеша не спеша летят не особо напрягаются